Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Которому сегодня исполняется 6 лет! И с цифрой 6 кое-что связано! Более 60 тысяч подписчиков на канале! И более 60 миллионов минут просмотра видео уже состоялись! И в этот, пусть небольшой, но юбилей решил написать это не самое простое видео! Что делать? Если из уст врача вы слышите – ваше время истекло! Безусловно, если вы врачу верите безоговорочно – опустили руки – это ваш выбор! Но! Напомню, если вы слышите врача – возможно, вы можете по своему уровню здоровья еще задать ему вопрос – доктор, а что делать? Ведь современная наука при всем ее развитии все еще не точна! И врач имеет право на ошибку! Одно дело – удалить не тот зуб! Другое дело – высказать такой приговор фактически человеку! Ведь при великолепном развитии фармакологии, при великолепной хирургии, по заключению экспертов ВОЗ, уровень здоровья человека от современной медицины зависит всего на 10%. Иными словами, врач, используя 10% возможностей, не может вам помочь! Вопрос «что делать?» кроется во второй части названия видео. Пора делать деньги! Из воздуха! Из воды! Из еды! Иными словами – из вашего образа жизни! От которого, по заключению современной медицины, ваш уровень здоровья зависит на 50-60%! От того, какой образ жизни вы ведете! Примерно 15-20% вашего здоровья определяется вашей генетикой! Но напомню основы генетики! Что фенотип! То есть то, что вы имеете! То есть тот уровень здоровья, который вы имеете! Это генотип! Это ваша генетика! Переданная вам вашими родителями! Плюс условия окружающей среды! Иными словами, опять-таки ваш образ жизни! Которым вы генетику можете минимизировать! И проявление генетически обусловленных заболеваний не всех, но некоторых можно также уменьшить! Примерно на 15-20% уровень здоровья зависит от современной экологии! При правильном отношении к которой! Иными словами, если ваш образ жизни адаптирован к современной экологии! Вы можете также получать плюсы по вашему здоровью! Иными словами, перефразируя название этого видео! Правильно монетизировать те остатки здоровья, которые передали вам ваши родители! А вы ими распорядились так, как распорядились! В продолжительность вашей жизни! А для этого вам нужно! В тех условиях, в которых вы находитесь! В зависимости от тех болезней, которые вы имеете! Начать все-таки правильно дышать! Правильно использовать воздух! Основной окислитель! Вы должны правильно использовать воду! Десятки видов разной воды нужны любому человеку! В зависимости от особенностей его образа жизни! А особенно, если еще есть какие-то заболевания! Они также накладывают вето на разные виды воды! А некоторые рекомендуют! Точно так же и с питанием! Если вы вкладываете деньги в питание! Чтобы побаловать вкусовые рецепторы языка! Либо обонятельные рецепторы в полости носа! Либо чтобы продукты питания, либо блюда радовали вам глаз! Это здорово! Эмоциональные ощущения усиливают пищеварение! Но! Все же! Конечная точка! Конечная цель вашего питания! Эта пища должна перевариться в пищеварительной системе! Стоком крови достаться вашим клеткам! Где и будет совершаться работа! И если вы делаете правильно, то работа совершается лучше! А вы живете дольше! И вердикт врача может быть уже не таким категоричным! Поэтому просмотрев это видео до конца! В нем я покажу основные возможности и рейтинг опасностей для вашего здоровья! Которые зная и правильно используя! Вы можете правильно монетизировать остатки своего здоровья! В продолжительность своей жизни! В рейтинге основных угроз для вашей жизни здесь и сейчас! Где промедление реально смерти подобно! На первое место я бы поставил не состояние сердечно-сосудистой системы! Как некоторые могли бы подумать! Да! Это причина номер один среди причин смерти! Но! Вам угрожает совершенно другая система! В части которой лечат три доктора сразу! Это кардиореспираторная система! Иными словами в эту систему входит состояние органов дыхания! Которым занимается сегодня пульмонолог! Входит состояние крови! Которой занимается гематолог! Ну и входит сердечно-сосудистая система! Которой занимается кардиолог! И если кардиолог вам сказал! Ваше время истекло! Это еще не окончательный вердикт! Он отвечает только за состояние своей системы! Которой основной активирующий момент всего один! Это гипоксия! Либо кислородное голодание! Иными словами! Когда работающая клетка использует кислород! Которым она окисляет примерно 500 питательных веществ! В той воде которая там находится! Кардиореспираторная система должна была доставить эти работающие клетки! И убрать конечные продукты жизнедеятельности! С отработанной водой и углекислым газом! И чем активнее работают клетки! Чем быстрее появляется гипоксия! Тем больше нагрузка на кардиореспираторную систему! В которой увеличивается со стороны сердца! Мощность сокращений сердца! Частота пульса! И уровень артериального давления! Со стороны органов дыхания увеличивается частота и глубина дыхания! Если сердечно-сосудистая система по какому-то показателю оказалась слабой! Иными словами прочность и проходимость сосудов! А также сократительная способность сердца! Не выдержали ту нагрузку которую вы им предъявили! Система выходит из строя! Но на эту систему! При единственном элементе активирующем! Гипоксии! Либо кислородное голодание! Есть масса элементов! Не связанных напрямую с сердечно-сосудистой системой! Которые могут вмешиваться в ее работоспособность! И мешать сердцу и сосудам! Обеспечить доставку нужного количества кислорода работающим клеткам! То есть устранение гипоксии! В результате внесердечные факторы могут дестабилизировать работу сердечно-сосудистой системы! Какие это факторы! Как разными возможностями помогать сердечно-сосудистой системе! Даже в ослабленном ее состоянии! В этом видео я этой информацией заграждать вас не буду! Вы узнаете это в следующем видео! А сейчас вы узнаете вторую причину! Которая угрожает вашей жизни здесь и сейчас! Если вы посмотрите в строку смертности номер 2! То это не онкологические заболевания! Это совершенно иные заболевания! И о них вы узнаете прямо сейчас! В рейтинге основных угроз для вашей жизни! По скорости появления несовместимых с жизнью состояний! Вынуждающих врачу сказать ваше время истекло! На второе место я бы поставил иммунодефицит! Но! Это не СПИД! Это более широкое понятие! способность вашей иммунной системы своевременно нейтрализовывать и выводить из организма токсины различного происхождения! А будут они связаны с активностью возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций! Которые у большинства людей начинают свою патологическую активность с первых секунд жизни! Будут это возбудители глистных либо паразитарных инвазий! Будут ли это современные продукты питания либо напитки, которые вы в неумеренных количествах можете вносить в свой организм! Будет это современная экология! Которая сегодня достает любого человека в любой точке мира! Если вы забрались на Эверест! Не потрудитесь! Не поленитесь! Вернее поднять голову кверху! И посмотрите! Не пролетает ли над вами самолет! Сбрасывающий на вас продукты своей жизнедеятельности! Если вы живете в удаленном уголке планеты! То тайфуны, ураганы, ветер, облака никто еще не отменял! И активное перемешивание воздушной среды на планете идет! Если вы не знаете как правильно дышать в тех условиях, в которых вы находитесь! Порции токсинов попадают через органы дыхания! И суммарное действие токсинов разного происхождения! Влияет на состояние крови! Резко увеличивается вязкость крови! Склонность к образованию тромбов! И вновь появляются проблемы уже у кардиореспираторной системы! Которая до этого была в приличном состоянии! Что делать в современных условиях? Несколько видео по очищению организма! Кишечника, печени, почек, организма в целом на моем канале есть! Я не буду утомлять вас этой достаточно громоздкой информацией! Несколько часов вы проведете у экрана! Просматривая эти видео! Чтобы понимать, как себя вести в тех или иных ситуациях! А сейчас вы узнаете, на мой взгляд, причину номер три! Которая также угрожает вашей жизни! Но не так быстро, как интоксикация! Бактериальные, вирусные, грибковые инфекции! Напомню! Да! Они опасны своими эндо- и экзотоксинами! Но! Не своим аппетитом! Да! Они могут потреблять какое-то количество вашей пищи! Не угрожая вашему организму в целом! Угрожают только интоксикации! А вот причина номер три! У нее действие двояркое! Она и активно потребляет многие полезные вещества! Создавая дефицит в вашем организме! А также выделяет достаточно много токсинов! Либо продуктов своей жизнедеятельности! Угрожая и этим путем вам! Но! Эта причина при том, что она такая достаточно интересная! Она только номер три в рейтинге причин смерти! И что это за причина? Вы узнаете прямо сейчас! Если резкое изменение активности кардиореспираторной системы требует правильно принимать решения в режиме реального времени! То есть здесь и сейчас! А промедление на минуты либо часы уже угрожает вашей жизни! И вердикт врача ваше время истекло может стать реальностью! То вторая группа причин она более лояльна! Даже жесткая интоксикация! Даже особо опасная инфекция! Оставляет резерв по времени от нескольких часов до нескольких дней! Для принятия правильных решений и совершения правильных действий! Я не учитываю даже возбудителей банальных бактериально-вирусных, грибковых инфекций, листных, паразитарных инвазий! Да, они месяцами, годами, десятилетиями могут жить с организмом человека! Потребляя часть питательных веществ! Выделяя свои токсичные продукты жизнедеятельности! Нарушая качество жизни! Конечно же сокращая продолжительность жизни! Но! Не угрожая жизни здесь и сейчас! То третья группа причин она еще более лояльна! Даже при самой поздней диагностике остается резерв по времени от нескольких недель до нескольких месяцев для совершения правильных действий! Если вы регулярно проходите диагностику, резерв по времени может составлять и несколько лет! И это относится примерно к 20% населения! 80% живут с этой проблемой всю жизнь и с этими диагнозами не встречаются! Я имею ввиду онкологические заболевания! Онкоклетки образуются у любого и каждого в режиме реального времени! Тысячами и десятками тысяч ежедневно! Работа иммунной системы состоит в нахождении и уничтожении этих онкоклеток! Ежедневно иммунная система уничтожает онкоклеток достаточное количество для образования примерно 300 злокачественных опухолей! Если вы своей иммунной системе как минимум не мешаете! А лучше еще и если помогаете! Если же ваша иммунная система не самое звено в вашем организме! Со временем онкология может проявиться! Но! Она создает огромный запас по времени для того чтобы изменить траекторию движения! Изменить что-то в своем образе жизни! Чтобы эти диагнозы стали для вас менее актуальными! Несколько видео что делать при онкологии есть на моем канале! Наберите там лечение рака! Как вылечить рак! Несколько видео найдете! И какую-то информацию будете иметь! Но! Она не относится к людям самым беспечным! Беспечный человек может умереть и от онкологии! И от вирусной инфекции! И от бактериальной инфекции! И от любой интоксикации! Я уже не говорю о кардиологических заболеваниях! Перегрузив свою сердечно-сосудистую систему! Либо кардиореспираторную систему! Можно умереть легко и просто! На любом уровне здоровья! Важно выполнить одно задание! Запредельную нагрузку! Иными словами! Если ваш организм способен выполнить какую-то работу! Дайте ему полуторную, двойную норму! И кардиологические заболевания! Кардиореспираторная система выйдет из строя! Поэтому беспечные к ним или к вам эта информация увы не относится! И этот рейтинг для вас не важен! А для всех остальных очень важен! И для того чтобы не умереть внезапно! Как поддерживать свою кардиореспираторную систему! Вы узнаете в следующем видео на моем канале! Если вам информация из этого видео была полезной! Не забудьте поставить лайк на это видео! Если вы считаете, что кому-то из ваших друзей, знакомых, родственников эта информация также будет нужна! Не забудьте отправить ссылочку на это видео! Можете поделиться в соцсетях! И тогда больше людей будет понимать рейтинг опасностей для своего здоровья! А соответственно, значительно позже услышат вердикт врача! Ваше время и стекло! До новых встреч на моем канале! Продолжение следует... Продолжение следует...